Слава Златоуста из бесед на книгу «Бытия». Без помощи высшей силы мы не можем сделать ничего доброго. Взявшись за надежду на Него, на Бога, как бы за якорь верный и твердый, будем держаться за Него и не станем смотреть на труд добродетели, но размышлять о награде за труд и таким образом все переносить благодушно. И купец, когда оставит пристань и выйдет в открытое море, не думает только о морских разбойниках и кораблекрушениях, морских чудовищах и напоре ветров, о непрерывных бурях и несчастных случаях, но и о выгодах, предстоящих после этих опасностей. И, питаясь надеждою, благодушно переносит все встречающиеся неприятности, только чтобы получить больше денег и с ними возвратиться домой. И земледелец также не думает только о трудах при обработке земли, о сильных дождях и бесплодии земли, о нападении из гары и о сильных обустошениях от саранчи, но представляет в уме своем и гумно, и снопы хлебные, и потому благодушно переносит все, от надежды на прибыль, не чувствуя тягости трудов. И хотя успех неизвестен, однако ж он, утешаясь приятными надеждами, не отчаивается в своих трудах, но делает с своей стороны все, что надобно, в ожидании получить награду за свои труды. Опять и воин, вооружаясь в доспехи свои и готовясь идти на войну, не думает только о ранах, поражениях, нападениях врагов и о других бедствиях войны, но воображает в себе и победу, и трофеи, и таким образом облекается во все оружие. Хотя исход войны неизвестен, однако ж он, отринув всякую мысль об этом и живописуя себе приятные надежды, облагает всякую робость и, взяв оружие, устремляется против неприятельского ополчения. Если же возлюбленный и купец, и земледелец, и воин, несмотря ни на неверность успеха, ни на большую вероятность неудачи, ни на множество различных, как вы слышали, препятствий, не отчаиваются и не оставляют трудов, утешаясь надеждой, то мы как оправдаемся в том, что не брежем от добродетели и не подъемлем с охотой всякий труд ради ее. Тогда как у нас надежда, несомненно, обещано нам столько благ, и награда бесконечно превышает все труды наши. Послушай блаженного Павла, что он говорит после столь многих и тяжких скорбей, нападений, уз и ежедневных смертей к римлянам 8.18. Ибо думаю, что нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Хотя бы мы, говорит, каждый день предавали себя на смерть, чего, впрочем, природа не приемлет, хотя воля, побеждающая природу, по благости Господа чтится. Все же и тогда наши страдания не равнялись бы тем благам, которые нас ожидают, и той славе, которая в нас откроется. Смотри, как велика слава, которую получает творящая добродетель. Она превыше всех подвигов, какие бы кто ни совершал. Пусть он достигнет самой высоты, но и тогда будет еще ниже ее. В самом деле, что может человек совершить такое, чем бы он вполне заслуживал щедродательность Господа? И если Павел, столь великий и высокий муж, говорил, ибо думаю, что нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с той славой, которая откроется в нас, если так говорил тот, который сказывает о себе, «Всякий день умираю, и я более всех потрудился», то что скажем мы, которые не хотим подъять и малого труда ради добродетели, но всегда ищем покоя, только и смотрим, как бы избегнуть всякой неприятности, а между тем знаем, что невозможно достигнуть вечного покоя, если здесь не возлюбим жизнь подвижническую. В самом деле, здешняя скорбь располагает нас благогождать Богу, и малые подвиги здесь совершаемые даруют нам великое дерзновение там, лишь бы только мы решились поступать по совету этого Учителя Вселенной, апостола Павла. Подумай, возлюбленный, то, что случается с нами здесь, хотя прискорбно, однако же кратковременно, а благо, ожидающее нас там, бесконечное и вечное. Видимое, говорит апостол, временно, невидимое же вечно. Перенесем же благодушно временное и не уклонимся от подвигов добродетели, чтобы насладиться вечными и неизменяемыми благами, которых досподобимся все мы, благодатью и человека любим, Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу и Святому Духу, слава, держава, честь, ныне и пресна, и во веки веков. Аминь.